И вновь по страницам истории. Иосиф Сталин. Споры об этой зловещей или великой фигуре нашей истории, а мнения о Сталине, как известно, самые противоположные, продолжаются с удивительной интенсивностью. Казалось бы, сталинская эпоха давно миновала, но к ней то и дело возвращаются, пытаясь понять, как она повлияла на нашу историю и на наш сегодняшний день. А как воспринимали Сталина при его жизни в середине 20 века, за рубежом, прежде всего те, кто встречался с ним и вел с ним переговоры, в частности, западные лидеры? Как воспринимало его общественное мнение на Западе? Как следует из материала Александра Терентьева, который вы сейчас увидите, это восприятие зависело прежде всего от состояния отношений с Советским Союзом. И от той политики, которую проводили западные страны в отношении Москвы. Когда Сталин был союзником Черчилля, Трумана и Деголя в войне против Гитлера, о Сталине говорили одно. Когда же началась холодная война, совершенно другое. Красный тиран, свирепый мясник, параноик. Рассуждая о личности Сталина, западные историки не скупятся на эпитеты. В своей жестокость советский диктатор не уступал Гитлеру, пишет автор книги «Сталин. Двор красного царя» Саймон Монтефьоре. Бывшему семинаристу не был чужд религиозный фанатизм. И его указания палачам напоминают о временах Святой Инквизиции. Однако современники Сталина на Западе ни фанатиком, ни инквизитором его не считали. Это были люди другого поколения, другой эпохи. И они совсем иначе смотрели на преступления диктаторов, зверства колониальных чиновников и ужасы революций. Представление людей о том, что хорошо и что плохо, в то время было другим, чем сегодня. Например, Черчилль спросил Сталина, сколько стоила жизни коллективизация в Советском Союзе. И Сталин ответил, примерно 10 миллионов крестьян. Эта страшная цифра не испугала Черчилля. Конечно, в 30-е и 40-е годы на Западе не представляли себе масштабов репрессий. А обвинения, выдвинутые на московских процессах, как правило, принимали за чистую монету. Или, как минимум, делали вид, что принимают. Когда происходил процесс над право-троцкистским блоком, Рузвельт послал своего специального представителя, личного представителя Дэвиса, на Москву, чтобы тот ему доложил лично, что же происходит в Москве. И Дэвис присутствовал на этих процессах и доложил Рузвельту, что это на самом деле враги народа, враги Сталина, враги Советского Союза. Книга Дэвиса «Миссия в Москву» была настоящей апологией Сталина. Судебные процессы, писал Дэвис, позволили советскому правительству защитить свою власть не только от переворота изнутри, но и от нападения извне. Чистка навела порядок в стране и освободила ее от измены. Такого же мнения придерживался немецкий писатель Леон Фихтвангер, побывавший в Москве в 1937 году. Это были государственные преступники, писал он. И все мои сомнения растворились как соль в воде под влиянием непосредственных впечатлений от того, что говорили подсудимые и как они это говорили. На стороне Сталина были и европейские левые интеллектуалы, прежде всего коммунисты. Их лестные отзывы о нем не уступали лучшим образцам советской пропаганды. Луи Арагон называл его мудрым и великим вождем. Герберт Уэллс уверял, что никогда не встречал более искреннего, порядочного и честного человека. А Бернард Шоу, посетивший Москву еще в 1931 году, утверждал, что Сталин гигант, а все западные деятели пигмеи. Массовые репрессии на самом деле не очень волновали политиков на Западе. Злодеем для Европы и США Сталин сделался лишь в 1939 году, когда заключил союз с Гитлером. Я помню в газетах политические карикатуры, где Сталин появлялся рядом с Гитлером. У одного, так сказать, гитлеровские маленькие эти усики, у Сталина большие. И они там обнимались, целовались, так сказать, миловались. Вот, например, карикатура «Вашингтон-ста», изображающая свадьбу Сталина и Гитлера. Элегантный жених Адольф ведет черноусую невесту Иосифа к алтарю. Свадебный торт украшен серпами, молотами и свастиками. Интересно, сколько продлится медовый месяц? Ехидно вопрошает автор. Однако хорошо известно, что на протяжении 30-х годов западные союзники сами активно заигрывали с Гитлером. А ведущие концерны США охотно выполняли германские военные заказы. После нападения Германии на СССР и начала переговоров о создании антигитлеровской коалиции, отношение к Сталину изменилось в одночасье. Из диктатора и друга Гитлера он превратился в близкого союзника, усатого дядю Джо. Сталин стал дядей Джо, анкл Джо. А у англичан, вы знаете, вот когда англичане дают кому-то какие-то прозвища, то это знак любви, уважения дядя Джо и своего же выдающегося руководителя в годы войны Уинстона, Черчилля, ласково называли и в газетах, и по радио, что Уинни, ну как Винни-Пух. Огромное влияние на западную политическую элиту оказал поворот Сталина от коммунистических утопий к традиционной имперской политике. По крайней мере, теперь они могли говорить с советским лидером на одном языке, договариваться с ним о сферах влияния и обсуждать послевоенное мироустройство. Когда появилась имперская атрибутика, Запад положительно к ней отнесся, потому что для Запада гораздо опаснее была коминтерновская атрибутика. Мировая революция, мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем и так далее. Этого Запад боялся, очень боялся. Усы, трубка, наглухо застегнутый китель. С одной стороны, Сталин был для Запада загадочным исполином, воплощавшим в себе волю народа, который с немыслимыми потерями, но все-таки вышел победителем в мировой войне. С другой стороны, западные лидеры видели в нем прагматика, который, в отличие от Гитлера, никогда не принимал решения под влиянием эмоций и просчитывал ситуацию на несколько ходов вперед. В 1943 году американский журнал «Тайм» назвал Сталина «Человеком года», дав ему чрезвычайно лестную характеристику. Этот сын сапожника и прачки – настоящий самородок. У него выдающиеся интеллектуальные способности. Он цитирует целые параграфы из Библии и трудов Бисмарка, читает Платона в оригинале, сам пишет свои речи и статьи. Причем стиль его одновременно отличается четкостью и утонченностью. Такая ода советскому вождю в американском журнале кажется сейчас чем-то из области фантастики. Однако не стоит забывать об особых отношениях, которые сложились у Сталина с президентом США Франклином Рузвельтом. Во время встреч Большой Тройки Рузвельт постоянно изыскивал способы встретиться со Сталином наедине, вынуждая Черчилля чувствовать себя третьим лишним. Но и Черчилль отдавал Сталину должное. Черчилль после войны говорил и писал даже, что Сталин это великий лидер, который принял Россию с Сахой, а оставил с атомной бомбой. И что наше почтение к Сталину было таким большим, что когда во время Ялтинской, Тегеранской конференции Сталин входил в комнату, где мы находились, то мы все вставали, хотя это не предусматривалось протоколом. Сталин производил какое-то неизгладимое впечатление просто своим присутствием на заседаниях, на встречах. Что-то у него, конечно, было такое гипнотическое. Он, наверное, как, я не знаю, как завораживал своих, ну, присутствующих рядом с ним людей, как, наверное, как кобра завораживает мышку. Так было до 5 марта 1946 года. В тот день в Вестминстерском колледже города Фултон в США экс-премьер Британии Уинстон Черчилль выступил со своей знаменитой речью, которая положила начало холодной войне. Образ Сталина на Западе тут же изменился. Улыбчивый дядя Джо превратился в нового Чингисхана, вселявшего ужас в американских и европейских обывателей. Тем не менее, многих на Западе до сих пор потрясает масштаб его личности. По словам профессора Лондонского университета Джеффри Хоскинга, грузин Сталин оказался самым удачливым русским националистом. И, невзирая на массовые репрессии, расстрелы и гулаг, в эпоху его правления неороссийская империя достигла своего апогея. Словно Петр Первый, говорят западные историки-реалисты, Сталин поднял Россию на дыбы, доказав, что гения и злодейство – две вещи вполне совместимые. Александр Терентьев, Александр Спорошев, аналитическая программа «Постскриптум». Отметим при этом, что в 30-е и 40-е годы далеко не все было известно о сталинских чистках и репрессиях. И это, естественно, сказывалось на том образе, который сложился о Сталине на Западе. «Постскриптум», «Постскриптум», «Постскриптум».